Мировая железнорудная держава готовится к новому витку развития. Майлингком 29 октября 2023 года. Компания Reutinta Group, крупнейший в мире производитель железной руды, отправила свой первый груз сталелитейного сырья из этого места в 1966 году. Назаре Бума, который создал новых миллиардеров и поднял австралийскую экономику, обеспечив доход в 1,3 трлн австралийских долларов. Это 820 млрд долларов США. Только за последние два десятилетия. В прошлом году поставки железной руды составили около 5% валового внутреннего продукта страны. Однако сейчас Китай замедляется, а производители стали вынуждены усчитывать экологические аспекты деятельности в отрасли, на которую приходится не менее 7% мировых выбросов парниковых газов, что потребует новых методов работы и более качественного сырья. Значительная часть гигантской ресурсной базы региона Пилбора, покрытая сухой пылью, большим может не подойти. Рио, Би-Эш-Пи и Фортис-Кью производят почти две трети мирового объема, перевозимой морем железной руды из Западной Австралии, и рентабельность их операций остается завидной. Однако впервые за последнее поколение над самым надежным генератором прибыли в горнодобывающей промышленности нависла угроза. Рудная промышленность Австралии находится в начале долгосрочного структурного спада, говорит Том Прайс, аналитик компании Liberium Capital, расположенной в Лондоне. Это фундаментальный сдвиг, который скажется на всей австралийской экономике. Первый и наиболее актуальный вопрос – это Китай, на долю которого приходится около 85% экспортных поступлений Австралии от железной руды. Однако более трудно разрешимой долгосрочной проблемой для гигантов Австралии может стать проблема экологическая. По меньшей мере 70% стали сегодня производится с использованием процесса, который применяется практически с XVI века. Металлургический уголь нагревается для получения кокса, который затем погружается в доминую печь для плавки железной руды при температуре более 1800 градусов Цельсия. По данным РИО, это энергоемкий процесс, в результате которого на каждую тонну жидкой стали приходится около двух тонн углекислого газа. Мировой спрос на сталь продолжает расти и увеличится на четверть к 2050 году. По мере индустриализации Индии и развивающихся экономик Азии. Но давление инвесторов, потребителей и климатических факторов на один из самых грязных уголков промышленности растет. Действует и правительство, проводя такую политику, как механизм пограничных корректировок на выбросы углекислого газа Европейского Союза, который предусматривает штрафные санкции за импорт продукции с высоким содержанием углерода. Проблема для крупных грунт добывающих компаний заключается в том, что у них мало привлекательных альтернатив. Существующие варианты с низким уровнем выбросов включают использование электродуговых печей. Метод, не требующий угля и использующий вместо железной руды переработанный стальной лом. Шахтная печь, применяемая примерно в 5% сталелитейного производства, требует использования высококачественных окатышей с низким содержанием примесей. Среди наиболее перспективных решений – сочетание электропещи, работающей на возобновляемых источниках энергии с железом прямого восстановления DRI, материалом, получаемым за счет использования природного газа для удаления кислорода из руд премиум-класса. В конечном счете, замена газа зеленым водородом, получаемым с помощью солнечной или ветровой энергии, может значительно сократить выбросы в атмосферу при производстве стали. Однако содержание железа в типичной австралийской руде составляет от 56 до 62%, что делает ее практически непригодной для производства DRI. Ее использование возможно только с дополнительной переработкой, которая, по данным Wood McKinsey, может увеличить затраты на 25%. Премия за материал более высокого качества значительно возрастает, считает Дэвид Катафорд, исполнитель директора компании Champion Iron, конкурирующий с австралийскими производителями и поставляющий железорудное сырье более высокого качества из Канады. Если вы производите руду более низкого качества, мы считаем, что в среднесрочной перспективе это будет сложнее. Крупнейшие горнодобывающие компании утверждают, что они уже производят более качественную руду. Компания Whale, которая представляет более высококачественное сырье, из Афбразилии, рассчитывает в будущем получать зеленую премию, относится к числу тех, кто охотно прогнозирует, что мир будет отдавать предпочтение более богатым рудам. Однако на долю высокосортного сырья с содержанием железа 66% и более в настоящее время приходится лишь около 3% мирового предложения, поэтому идет гонка за увеличение объемов добычи на таких проектах, как масштабное и дорогостоящее месторождение Симондоу в Гвине, инвестором которого является Рио. Очевиден предстоящий дефицит, если в процессе декарбонизации спрос будет расти, говорит Лю Инхау, технический директор инновационного центра низкоуглеродной металлургии, одной из ведущих мировых стаолитейных компаний, China Baustil Group Corporation. По оценкам компании Wood McKinsey, приведенном в докладе, опубликованном в этом месяце, к 2050 году нехватка железной руды более высокого качества может составить до 200 миллионов тонн в год, что эквивалентно примерно пятой части нынешнего годового импорта Китая. Чтобы восполнить этот пробел и удержать свои позиции на рынке, австралийские производители железной руды экспериментируют с различными материалами от микробов до соломы в рамках серии испытаний, направленных на то, чтобы сделать их пригодными для более экологичного сталиплавильного производства. Компания BHP изучает возможность использования технологии улавливания углерода на обычных стаолитейных заводах и совместно с компанией Hatch проводит экспериментальные работы по созданию электроплавильной пищи, метод, который добавляет дополнительную технологическую операцию и позволяет использовать сырье более низкого качества. Если нам удастся разгадать код руд Билбера, то это потенциально изменит ситуацию, заявила Таня Арщибальд, исполнитель директора по австралийской стальной продукции компании Blue Scope Steel, которая входит в число 40 предприятий, сотрудничающих с Рио. В прошлом месяце на дне инвестора компания FortisQ миллиардера Эндрю Фореста тем временем начала производство небольших объемов высококачественной магнетитовой руды на своем проекте Iron Bridge в Пилбере и испытала метод электролиза без использования угля для переработки руды в зеленое железо. Форест видит потенциал для того, чтобы пойти дальше этого промежуточного шага и использовать преимущества Австралии в области возобновляемых источников энергии для низкоуглеродного возрождения отечественного сталелитейного сектора, пик производства которого пришелся на четверть века назад. У Австралии есть все условия для производства собственной стали, заявил Форест в начале этого месяца в Перте, упомянув о солнечных и ветровых ресурсах страны, а также о потенциале производства экологически чистого водорода. Но политика, проводимая в настоящее время, направлена против этого и поощряет производство за рубежом. Сталелитейные компании, в том числе южнокорейский гигант Поска, который намерен построить новые промышленные объекты в порт Хедленде, экспортном центре Пилборы, готовятся к этому изменению. В горнодобывающей промышленности мало что меняется быстро. Австралийские компании, занимающиеся добычей железной руды, утверждают, что у них достаточно времени, чтобы совершить технологический прорыв или изменить стратегию, необходимую для дальнейшего процветания. Переход от выплавки стали на угле – это реальность, но он займет некоторое время, и пока остаются значительные неопределенности, говорит Саймон Ферри, руководитель отдела декарбонизации стали-лизейного производства компании Рио. В конце концов, традиционные доменные печи в Авзии относительно новые – в среднем около 12 лет в Китае по сравнению с более чем 40 годами в преимущественно богатых странах организации экономического сотрудничества и развития. И, по словам главного экономиста BHP, Хью Макке, будут работать еще несколько десятилетий. Возраст основных фондов является важнейшим фактором при оценке энергетического перехода, заявил он в интервью Bloomberg Television 24 октября. По его словам, Индия, скорее всего, будет отдавать приоритет необходимости получения доступной стали при помощи существующих технологических процессов. Однако некоторые рынки уже быстро адаптируются к новым условиям, включая Японию, Южную Корею и в ограниченной степени Китай. Как сообщила компания Whale в письменном ответе на вопросы, поставщик железной руды номер 2 добавляет объемы производства, ориентированные на прямое сокращение в Бразилии и разрабатывает хабы в таких странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, чтобы уже к 2027 году производить материалы для будущего производства зеленой стали. Горнодобывающая промышленность Австралии уже сталкивалась с проблемами, обусловленными темпами изменений. В начале 2000-х годов она с трудом поспевала за ускоряющимся потреблением железной руды в Китае. Теперь есть риск повторить эту ошибку на другом конце экономического и экологического цикла. Мир придет к декарбонизации, говорит Whale. Если мы не будем действовать быстро, то можем упустить эту возможность. и неизвестно. Продолжение следует... Продолжение следует...